Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно, что раннее воскресное утро у тебя много людей. Сегодняшнее мое выступление будет посвящено чрезвычайно фотогеничной природе, расположенной, находящейся у нас в России за полярным кругом. Вы знаете, наверное, самые доступные, ну, во всяком случае, для жителей Петербурга горы, это Хибивы. Это ближайшие горы, куда можно комфортно добраться, без сложностей, меньше, чем за сутки. У москвичей, подозреваю, есть, наверное, два выбора между северными горами. Это либо Северный Урал, либо все те же Хибивы. Ехать примерно одинаково. Первый раз попал я в Хибины 9 лет назад, и это было вызвано интересом к северной природе и желанием побывать, ну, в каких-нибудь горах. В то время у нас не было никакого опыта горных походов совершенно, то есть мы не представляли, на что рассчитывать. Нарисовали просто наполеоновский план похода с, там, четырьмя или пятью перевалами, с восхождением на плато, с съемкой на таких озерах и на сяких озерах. Но вот эти планы пришлось корректировать, столкнувшись с реальностью. Ожидали мы увидеть примерно такую реальность. Суровые горы, сильный холодный ветер, дождь, может быть, переходящий в снег, холод, пролезывающий в ветер, который, ну, я не знаю, просто сбывает все, что есть. Вот такое ощущение было по тем снимкам, которые я в то время увидел в интернете. Вот эта фотография, автора, с ником публикуем, она определяла те ожидания, которые были перед тем, как мы попали в вины. Но реальность оказалась во много раз превосходящей наши ожидания. Это совершенно сказочный экран, в котором огромное количество возможностей для съемки, для тех, кто не фотографирует просто восхищением природой. И вначале будут несколько кадров, которые просто это иллюстрировать. Сейчас, надеюсь, мы в YouTube тоже можем будет представить. Ага, да. Ладно, подкопаем для музыки. Здесь и тундра, и горы, и озера, и водопады, и стремительные ручки, переходящие в реки, в которые просто не всегда можно перейти. Облака, которые раскрывают вершины. Удивительные краски, которые раскрываются после заката. Золотая осень, просто открытичная, во всей своей красе. Такая вот неповторимая романтика северных поселков. Тайга, как и сказки. И шайниковые пустыши. Лучшественные дырки между угарами. Наследие советское, где можно поехать. Хибина – это очень компактный горбий массив, который при взгляде сверху, на культниковые снимок или на карту, выглядит примерно как детский орех. В поперечнике эти горы составляют примерно 40 километров, и их вполне реально пересечь за один пеший поход. Но интереснее растянуть удовольствие побольше. Интересно навещать хибины несколько раз. И благодаря тому, что хибины стали доступны для, скажем так, россиян только в начале 20-го века, с экспедициями геологов Мигелька Рамзая, Академика Ферстмана, благодаря их ответственному отношению к природе, сохранилась уникальная самская панилика, которую можно увидеть на современной карте. И я ее сейчас прокомментирую, чтобы потом были понятны те названия, которые будут встречаться по поводу рассказа. Чор – это горный массив с плоской вершиной. То есть это плато, которое представляет собой такую гору. Ну, как пример, самая высокая гора, хибина, крышей 1200 метров, и достаточно высокая, тоже часто чор, утис, утис, утшор, звучит, как вы понимаете, устрашивающе. Йок – это река или ручей. Но самое известное в людинах, наверное, уль-йок. Или уль-йок. Озеро называется Явра. Ну, вот, как пример, озеро Токтор-Явр, которое расположено в верхнем течении реки Малая Белая или Луг Нормалья, по-самски. Если гора сохранила острую большину, ну, так, относительно острую, поскольку хибины очень старые горы, то они сильно подвержены, были подвержены эрозии, и то, что мы сейчас наблюдаем, это плавные очертания. Здесь не будет остроконечных пиков. Но та гора, которая представляет собой плато, называется Фор. Ну, например, Куиль-пор. Или рыбья голова, которая вот здесь вот по центру, над ней светит луна. Это гора, которая по форме напоминает вот Куиль-пор. Долиной. Долину сам называли Руфу. Ну, вот здесь нету названия на Саамском. Часть топоневики потеряна, и Долина Малые Делы не называются каким-нибудь звуном, а так и называется Долина Малые Делы. И в Саамские корни можно проследить, что они комплинируются. Скажем, гора, которая изображена здесь, называется Эдрис Лопчо. И расшифровывается как горный предмет с нишеобразным сквоном, где охотники запасаются кору. Ну, вот здесь еще несколько озер. Волигональные озера. Как ни странно, в хибинах можно встретить орхидеи. Мы были буквально шокированы. Есть он в виде большого горения фукса, цветущий в середине августа. Но, конечно, то, что поражает в первую очередь, это красочная тунна, которая наиболее привлекательна становится осенью. Здесь все березы становятся ярко-желтыми, или ярко-красными, или оранжевыми, или имеют сочетание цветов. И в сочетании с полотного цвета решайниками это выглядит совершенно удивительно. Причем, как ни странно, вот эта карликовая береза, которая несколько сантиметров над землей возвышается, она может быть даже старше нас. То есть растет очень медленно, и гораздо старше, конечно, решайника, в которой здесь находится. Ну, что же вдохновляет поток у химины? Что заставляет туда отправиться снова и снова? Это постоянно меняющаяся погода. Это облака, которые клубятся над горшинами, которые вынуждены на пол, за это не смотря на то, что горшины такие низкие. И которые либо создают сказочную атмосферу, либо поддают футерблатизм картинке. Как в те летние моменты, когда нету сильного ветра, водная гладь облакаивается, и можно снимать отражение. Это, конечно, любимая тема в химинах, и любимая тема для того, чтобы снимать пейзажи с идеальными отражениями, либо улавливать какие-то более успокоенные футболки, и, возможно, даже выглядящие сюрреалистично. Это, конечно, большое разнообразие камней, фактуры на камнях, трещин, каких-то замысловатых узоров, которые вытачила вода, стекающая по руслу в плече. И, конечно, это лишайники. Лишайники, которые занимают практически всю поверхность камней, которые полятся друг с другом за место под солнцем, за место на поверхности. Ну, и, конечно, осень – это лучшее время для того, чтобы поехать и снимать пейзажи в эти горы. Это многоцветие, особенно ярко восстановится после первых заморозков. Тогда химинах, вот в начале сексуаля, начинается с золотая осень. Удивительно выглядят березы за полярным кругом. Жизнь у них тяжелая, постоянный ветер, снег засыпает их здесь по крону, и такое березовое криволезие образует особый ярус борных склонов, через который очень трудно прозираться с рюкзаком. Но оно тоже стоит. Если вы находите какую-нибудь небольшую полянку с камнями, с крупниками, как и другими шайниками, вокруг березы, выглядит очень здорово. Ручки. Ручки. Вот здесь вот в ущелье Аку-Паку маленький ручей, который потом впадает в более крупный ямик рулай. Он здесь мирно жарчит, мирно несет свои воды к озеру Большая Рима, к самому большому озеру, на поискового острова. В сединках много водопад. А вот этот водопад на реке Ривьёк отдувается за все водопады в Хибинах, потому что к нему есть дорога, куда можно проехать на квадроцикле или даже на прокатомом джипе. И его посещают практически все, кто бы бывал в Хибинах. К счастью, для остальных водопадов люди посещают их гораздо дременно. А убёртые фотографы снимают нам интересные кадры. Но, как я уже говорил, «Тайга» — это отдельная песня. Это тайга, которая... Это ситарная тайга. Здесь не очень сильно разных подвесок, и сразу возвышаются сосны или гепи, в зависимости от местности и от камней. Но дровяной ярус занят черникой, разнообразными мхами, брюшайниками, сочетаниями этих глиговых растений. А тундра, которая на поверхности скальной, выглядит совершенно разнообразно. Вот ещё один вариант. С разноцветием карликовой берёзы. И это у нас, по-моему, в глуби тогда. Ну вот теперь будет рассказ про несколько мест, которые уникальны и неповторимы, и которые можно рассматривать как такие отдельные видеоланшафты. Ущелье Аку-Аку будет первым из них. Оно легко доступное, и сюда можно попасть под станцию Большая Инна. Достопримечательностью этого ущелья является огромный страж ущелья Аку-Аку, где настоящая скала, которая никак не упадёт, и которая даёт такой грамматизм. Но на самом деле место очень уютное, тихое, безветренное, где здорово разместиться и обследовать от местности. Большая Инна. Черина это небольшая, несколько десятков метров, а высота около 40 метров. Если выбраться на края ущелья, то мы попадаем на плоскоборье, которое покрыто лишайником, и откуда открываются очень широкие виды на озеро Большая Инна. Это самое крупное находство, и через маленький перешерек оно общается с озером Аку-Аку-Аку. Через которое окруждаются Большие атомные электростанции. Тут всё очень близко. Но даже в таком низком ущелье частоют туманы. И когда облака рассеиваются, вечернее время можно снимать такие храматичные кадры. Долина реки Малый Белый, или Глубь Нормарию. Это долина, в которой на протяжении нескольких километров сменяются несколько ландшафтов. Голые скалы меняются тумброй, которая заросла карликовой березой, а чуть ниже начинается Северная Тайга. Между ними тренируется пояс березового реполессия, который выгляжен золотым на Среднее Пере. И здесь просто переключаясь от лагеря в плюс-минус километр можно выбирать все две разнообразные места на съемках. Ну вот, например, такие кадры, которые были сняты просто буквально не отходя от палатки. Ну вот, собственно, палатка, да, наш лагер после дождя. С особым способом сушки промывших носков. А рядом располагается озеро Доктор Ява, засыпанное у своего улья копнями, с которыми можно снимать интересное отражение. Погода постоянно меняется, поэтому вот, скажем, здесь так, помоги, я уже это пересточил. А, нет, все в порядке. Вот. Здесь два кадра, которые были сняты с разницей полчаса практически. Солнце заходит, красные меняются и подбираешь просто разные ракурсы. Солнце совсем заходит, становится темно, хочется снимать силуэты, но потом наступает время ужина, а затем поднимаешь голову наверх и видишь, что начинает разыгрываться из представления. Яркая, яркая дуга, которая закрывает практически весь небосклон, потом сияние начинает играть. Конечно, очень холодно, но с открытым не было. Да, если бы были облака, было бы меньше перспективы, мы не увидели бы сияние. Здесь оно зеленое, зеленое мощное, настолько мощное, что отразается в реке. Это то, что очень хотелось лично фотографировать. Показать, что палатка внутри правильного цвета. А на следующее утро забираться на фрешу Химина, на плато Ильичу Мчоу, откуда, пойдя его по периметру, можно наблюдать все остальные кори у Химина. Гора здесь представляет собой практически пустыню, где растут только мхи и лежаи. Зато в плато открываются сказочные виды вниз, вниз по долине, либо на озеро Которья. Помните, здесь были несколько кадров, снятые виды на нем. Вот здесь у нас была точка с Янки. На исключение реки можно найти наш лагерь, если приглядеться. Все это кажется очень далеким, при том, что мы отошли всего лишь на нескольких километров. Рядом с долиной Малой Белой течет ручей Петелиоса. Это река, который попадает потом в такую одну из главных рек. Вдоль него точно так же сменяются ландшафты, сменяются тундра тайгой. Если подниматься выше к перевалу, то попадаются снежники, то есть те массы снега, которые не растают даже в августе, и потом покроются новым снегом. Чем холоднее, тем лучше для фотографа, потому что краски более сочные, может растительность покрыться в жизни. И из долины и Бетелиоса можно прийти к жемчужине дни. Мне кажется, самому благодатному месту для съемки здесь. Это полипедальные озера. Это такие озера, которые производятся в результате процессов, скажем так, геологических геологических, геологических, когда с склонов гор стекает снег, стекает вода и она попадает в нижнюю часть долины. Снизу тоже находится горная порода, поэтому вода не может уйти глубже. В то же время долина забита мелкотисперстным грудном, который образовался в результате эрозии. И когда этот грудник начинает потопляться водами, которые поступают со слонов, там происходит сортировка грунта. И в результате, когда мы доходим к берегу этого озера, то мы видим, что оно разбито на маленькие новоугольнички. Как будто попали мяч, расплющили и разместили по поверхности. Каждая грань многогранника будет вставлять свое ребро, где более крупные камни, а посередине мелкая жижа. Если одеться по ним, то полигональное озеро, которое совсем не глубокое, ну полметра максимум. Ступая по камням, можно пересечь в любом направлении. И это очень здорово, потому что можно зайти на середину озера, поставить там штатив, подождать, пока высокоится вода, и снимать кадры с идеальными отражениями. А в середине таких многокольничков лучше выступать, потому что уголь достаточно глубоко. подождать подождать полигон на полигон на полигон в отражение. Но хочется пойти дальше и снимать полную абстракцию, которая отражается в